всем привет друзья с вами снова александр и сегодня я хочу вам рассказать кресле от компании cbx by cybox это короче говоря тот же cybox моделька называется яри почему вот она достойна внимания она просто пользуется каким-то колоссальным спросом во всяком случае в магазине мир автокресел мега популярная модель ссылку на нее на мир автокресел я добавлю в описании посмотрите что там цена это что вы получаете за эти деньги ну реально это очень крутое предложение поэтому она реально интересная достойна внимания и сегодня я вам расскажу о ней что она себя представляет свои ощущения есть особо долго не расскажешь потому что модель категории 23 тут нет особых каких-то там супер прибамбасов вот но цена-качество прям красота соответственно яри категория 2 3 с 15 килограмм до 36 килограмм простым языком приблизительно от метра до 12 лет это кресло она растет можно на излом пустить бустера ставить соответственно все что нужно получить за небольшой прайс вы здесь получите плюс ко всему что касается безопасности естественно обязательный краш-тесты пройденный сертификацию европейскую получили здесь даже есть система lsp которая используется в более дорогих креслах у компании cybox и они ее применили даже в бюджетном сегменте в общем собственно что мы имеем вот как он у нас выглядит обычное классическое сиденье из плюсов отмечу сразу она мягкая сидушка достаточно мяг тут прям найти такое ощущение что знаете бывает такой эффект памяти да у наполнителя вот здесь снизу что-то подобное ощущается я не говорю что они об этом говорят я говорю личные ощущения я к тому что сидушка мягенькая долго ехать будет хорошо спинка мягкая здесь мягко в общем по комфорту миллион уже детей соответственно мерили прекрасно по посадке моделька прям отличное что касается комфорта два-три категории нет в основном не бывает никаких отдельных регулировок есть свободный ход спинки он небольшой но принципе чуть-чуть вперед отодвинули все ребенок облокотился не сидит под 90 градусов в принципе кое-как но поспать принципе дороге дальней даже можно соответственно по высоте она у нас регулируется тоже очень просто вот таким вот образом вот вам хорошо видно диапазон здесь просто огромный соответственно на вырост за глаза так что касается посадки ребенка и его крепления ну посадка понятно посадили ребенка никаких заморочек нет очень важный момент пропускаем дремень взрослый через направляющие вот здесь вот в подголовнике это как закон нужно только так делать направляющий служит для того чтобы ремень уводить от горла а проводить по плечу и груди это важный важный момент поэтому следите за этим обязательно высоту подголовника для этого нужно регулировать таким образом чтобы от подголовника до плеча ребенка не было больше двух пальцев а иначе ремень попадет на горло вот запомните это как как закон и соответственно все будет отличным все вот таким образом у нас все проходит ремни обязательно оба вот этот под подлокотником и эти оба вот под этим подлокотником он не вот так раз и сюда уходит все с ребенком закончили никаких заморочек 23 группа она вся такая без исключения дальше это кресло можно устанавливать в автомобиле даже где нет из-за фикса просто поставили и пристегнули как я показал больше ничего не нужно но здесь есть система лауч называется она это когда у нас не жесткие салазки из корпуса выезжают а вот такие крючки на ремнях такие крючки на ремнях они практически ничем не уступает изофиксу также плотно хорошо садится мы защелкнули натянули ремень и прижали кресло к автомобильному к автомобилю уже получается соответственно его удобнее даже ставить берете один спокойно пролезли защелкнули второй спокойно пролезли ведь он так вот поставили подтянули 2 поставить вообще вот такая система упрощает установку кресла в автомобиле соответственно давайте пристегну просто защелкну вот еще никаких заморочек все поставили ну и потом натягиваем ремень соответственно установка здесь элементарная так и съем соответственно точно так же вот у нас тут нажимаем и он высвобождается и с обратной стороны соответственно тоже самое так что касается материалов тактильно материал приятный сайбексе в большинстве моделей подобным материал используется и что касается ухода за материалом снять всю обивку можно без проблем обязательный момент стирать нельзя выше 30 градусов а то он у вас сядет чехол я имею ввиду вся ткань вы ее обратно уже не оденете это прям пойдете за новым креслом короче говоря поэтому имейте это в виду уход здесь простое все легко чистится все нормально но стирать если собрались нужно только таким образом соответственно по креслу все вот такая бюджетная линейка сайбекса есть дорого сердито современные самые их навороченные системы установлены установлены поэтому я уверен что даже если на отдаке провести краш тесты я думаю что эта модель очка заработает неплохие оценки хотя на отдаке тестов насколько я знаю да здесь не было вот ну в этом ценовом сегменте вы не найдете отдаковские кресла в основном это топовые сегли линейки там тестят в основном повторюсь иногда встречаются и более бюджетные модельки которые проводят на даке кажется но не в этом случае но все равно у сайбекса плохих кресел не бывает если недорогое качественное кресло ищите я настоятельно рекомендую обратить на него внимание потому что даже вот в дальнюю дорогу ведь она мягкая действительно мягкая много кресел мягких но вот чтоб так было единицы на самом деле она прям такой плюшевая снизу вот поэтому комфортно все будет хорошо подлокотники там где надо но в общем с комфортом отличным вот собственно добавить не больше нечего если вам в обзоре вы для себя что-то подчеркнули эту модельку там где-то себе галочку поставили изучите внизу ссылка на мир автокресел заказывайте привезут все без проблем вот и мир автокресел естественно спасибо за ярина обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора кресел для ваших детей всего доброго вам до свидания